всем привет в этом видео покажу как шить такую кофточку кофточку эту я шила по выкройке кати мхитарян на рост 110 у моей дочери рост 105 сантиметров выкройку я специально брала на вырост на выкройке полочку я разделила пополам и посередине вставила молнию ссылку на выкройку оставлю в описании прежде чем начать шить попрошу вас подписаться на мой канал чтобы поддержать меня в его развитии так как на выкройке у нас идет толстовка и брючки видео я разделила на две части в первой части я буду показывать в пошив этой кофточки во второй части я буду показывать пошив самих брюк сшила я такую кофточку из футера 2 нитки фиолетового цвета и сиреневого цвета также на манжеты я взяла кашкарсе и молния в тон и так вы разложили выкройку выкройку я уже разрезала в нужных местах так это полочка это спинка тоже вверх вниз капюшончик рукав тоже разрезала и манжета не за здесь сгиб вот мои детали я их уже вырезала спинка со сгибом полочка здесь я разрезал как я уже говорила далее манжета не за ее будем складывать пополам здесь сгиб это рукав вот тоже две детальки это манжеты на рукава манжеты на рукава я сделала из футера ну что ж давайте приступим к шитью беру детали складываю их лицом к лицу и стачиваю их между собой рукав в оба детали полочка складываю лицом к лицу верхние детали и нижние детали стачиваю в места где срез также беру спинку верхнюю деталь складываю лицом к лицу стачиваю сначала в этом месте потом в этом месте вот посмотрите я сначала обработала срез на оверлоке швы от утюжила вниз теперь нужно будет сделать декоративную строчку с лицевой стороны ведь в этих местах затем мы берем капюшон оба детали сложные лицом к лицу нужно будет стачать их между собой в этом месте и так я вам покажу сейчас как сделать декоративную строчку с лицевой стороны для этого шов от утюжен вниз строчку я делаю поверх темной ткани вот взгляните как это выглядит после того как вы прострочите все детали детали нужно будет от утюжить так вот я прострочила все детали от утюжила все швы далее убираю сторонку рукава и капюшон буду работать с полочкой спинкой складываю их лицом к лицу и стачиваю плечевые срезы между собой после того как их стачали швы нужно от утюжить на сторону спинки затем раскрываю полочку и спинку таким образом беру один рукав у рукава где у нас окат я нахожу серединку так складываю так лицом к лицу и нахожу серединку ставим отметку я это делаю булавкой затем беру рукав складываю лицом к лицу сначала буду стачивать полочку там где у нас шов на полочке и шов на рукаве то есть на окате мы должны их сколоть между собой так чтобы у нас полоска совместилась вот посмотрите моя полоска совместилась то есть швы совпадают теперь с другой стороны со стороны спинки также совмещаем эти швы здесь у меня не получилось и я поэтому убираю и снова скалываю аккуратно не торопитесь и ткань не растягивайте теперь посмотрим вот теперь у меня получилось далее окат рукава я скалываю булавками и нужно будет стачать в этом месте то же самое делаем со вторым рукавом когда будете стачивать между собой рука в полочку и спинку ткань не растягивайте и так и я сначала рукав к полочке и спинке шов от утюжила на сторону рукава далее складываем спинку и полочку лицом к лицу то есть изнаночной стороной наверх совмещаем боковой срез и стачиваем их на оверлоке для начала я скалю булавками подмышечную впадину затем боковой срез затем срез на рукаве и нужно будет стачать их вот в этом месте посмотрите и так я сначала боковой срез шов потом нужно будет от утюжить и вот что получилось далее будем пришивать манжету низу кофточки для этого беру кашкорсе складываю пополам в длину изнаночной стороной вовнутрь то есть лицевая сторона смотрит на вас затем нужно будет эту манжету разделить на равные четыре части и так я отметила середину вот она далее к этой середине кладу один конец отмечаю отмечаю эту сторону середины и теперь другой конец к середине и снова отмечаю середину и так я разделила на равные четыре части затем беру кофточку тоже низ делю на равные четыре части вот теперь кладу лицом наверх то есть лицевая сторона смотрит на вас беру манжету низа прикладываю вверх прикладу открытым срезом к открытому срезу кофточки то есть срезы смотрят наверх и скалываю их между собой далее нужно будет сточать в этом месте манжета низа она немного меньше чем наша кофточка поэтому ее немного растягиваете при шитье и так я прострочила манжету низу кофточки прошила теперь нужно будет отутюжить вот что вышло в итоге после того как отутюжили шов шов я отутюжила наверх на сторону кофточки затем буду работать с манжета ru на рукавах для этого беру манжеты складывая их лицом к лицу вот таким образом истачиваю в этом месте после того как стачали манжеты их нужно будет сложить изнаночной стороной вовнутрь таким образом сколоть булавками между собой чтобы они никуда не съехались отметить сразу середину то есть манжеты разделить на две равные части затем беру рукав рукав я выворачиваю на изнаночную сторону то есть изнаночной стороной на вас рукав я делю рукав я делю тоже пополам и кладу манжету вовнутрь рукава открытым срезом наверх скалываю булавками между собой манжету и рукав середина к середине тоже скалываю манжету и рукав шов на манжете должен быть в той стороне где шов на рукаве и стачиваю в круговую немного растягивая на оверлоке то же самое делаем на то же самое делаем со вторым рукавом итак посмотрите что получилось шов нужно будет отутюжить наверх на сторону рукава после того как мы поработали с рукавами переднюю часть полочки там где срез нужно будет обработать на оверлоке будем пришивать молнию для этого молнию отстегиваю так чтобы она была на совпадала с длиной кофточки вот в этом месте я отрежу чтобы молния была чуть длиннее то есть на два три сантиметра длиннее чем сама кофточка вот так далее скалываю булавками одну сторону молнии к лицевой стороне полочки то есть лицом к лицу скололи вот посмотрите затем мне нужно будет перенести вот эту металлическую штучку на нашу молнию где-то вот в этом месте я одну сторону уже сделала теперь покажу вам как делать это на второй стороне беру вторую сторону молнии и с внутренней стороны молнии я отсекаю отрезаю сами вот эти вот зубчики с одной стороны посмотрите внимательно не раз не разрежьте саму ткань на молнии только именно вот эти зубчики там штук 10-15 штук где-то так вот посмотрите после того как мы отрезали с внутренней стороны теперь убираем вот эти зубчики по одному посмотрите аккуратно просто убираем их убираются они с легкостью вот нужно будет с этой стороны отрезать с другой стороны их выдернуть так сказать итак посмотрим вот теперь берем вот эту штучку на нашу железную металлическую убираем ее и сверяем с наши 2 молнии и прикрепляем ее фиксируем чтобы ничего не торчало опять проверяем чтобы было все одинаково далее пришиваем молнию к нашим кофточке там где у нас бегунок я на машинке иглу переведу в правую сторону вот она у меня есть именно справ в правую сторону вот посмотрите вот так она у меня ушла вправо это для того чтобы прошить аккуратно именно там где у нас бегунок и там где вот эта вот штучка квадратная и затем берем вторую молнию вторую сторону молнии застегиваем и переносим метки где у нас место где мы пришивали низ кофточки и наш вот этот уголочек можно так сказать для удобства я поставлю булавки в этих местах далее отстегиваем нашу вторую сторону молнии вот беру вторую сторону полочки лицевая сторона смотрит на меня кладу лицевой стороной молнии кофточки и скалываю булавками сразу же там где у нас метки вот теперь скалываю молнию к кофточке застегиваю молнию проверяю чтобы все швы совпадали когда все швы совпадут только потом пришиваем молнию к кофточке затем еще раз застегиваем еще раз проверяем после этого мы берем верхнюю часть молнии и складываем вот таким образом посмотрите вот так уголочком чтобы вот в этом месте у нас образовался уголок я скалю булавками пока что вот посмотрите это же самое с другой стороны затем делю горловину пополам то есть находим середину ставлю булавку далее беру капюшон переднюю часть капюшона нужно будет обработать на оверлоке после того как обработали на оверлоке этот срез на выкройке у нас есть метки их нужно перенести на ткани вот эта метка и это там где у нас передняя метка нужно вот таким образом согнуть вовнутрь к изнаночной стороне и сколоть булавками далее сделать прямую строчку в этом месте затем отутюжить затем берем кофточку кладем ее лицевой стороной наверх прикладываем к ней лицевой стороной наш капюшон скалываем булавками середина к середине плечевые срезы и края капюшона скалываем булавками к к краю где пришивается наша молния именно края нашей кофточки вот так посмотрите затем на прямой строчке делаем шов на расстоянии 0 5 сантиметров от среза это будет как бы вспомогательная строчка далее убираем лишние детальки на молнии вот они срезаем их затем обрабатываем этот срез на аверлоке горловину не растягивайте и следите за тем чтобы снизу не было защипов затем я в головину буду обрабатывать киперные ленты у меня тоненько не нашлось поэтому я ее как-то буду складывать между мы посмотрим что получится для этого я киперную ленту прикладываю к аж к шву на горловине вот таким образом со стороны капюшона вот так то есть капюшон смотрит на вас изнаночной стороной прикладываю киперную ленту и делаю строчку поверх оверлочной строчкой вот так я делаю цветной ниткой чтобы вам было по более понятно ну в дальнейшем я ее уберу вы увидите далее я вот капюшон вот моя полочка да далее я складываю киперную ленту таким образом именно вот этот язычок далее складываю эту ленту так вот как обычно мы складываем же косую бейку на горловине я ее буду складывать вот таким образом так как она у меня широкая но естественно если у вас она узенькая то этого вам не потребуется я буду скалывать по всей длине моей горловины то есть чтобы спрятать оверлочную строчку посмотрите вот этот язычок мне нужно хорошенько спрятать поэтому я аккуратно его тоже скалываю итак вот посмотрите я приколола киперную ленту к горловине теперь я буду делать шов от этого края по всей горловине до этого края на расстоянии 0 5 аккуратно делаю закрепку киперную ленту я пришиваю белой ниткой а с лицевой стороны кофточки у меня она будет сиреневого цвета то есть сама нитка будет в тон моей кофточки вот что у меня получилось я пришила киперную ленту горловине вышла довольно таки аккуратно даже можно сказать что и не так уж и грубо посмотрите теперь нужно будет сделать строчку с лицевой стороны рядышком с молнией аккуратно чтобы не было защипов не торопитесь итак я сделала строчку с обеих сторон возле молнии с лицевой стороны и вот что у меня получилось посмотрите все швы совпадают обязательно отутюжьте все швы спасибо что досмотрели первую часть видео до конца не забудьте посмотреть вторую часть видео в котором будут сшиваться брючки к этому к этой спортивной кофточки не забудьте подписаться на мой канал а также ставьте лайки пишите ваши пожелания в комментариях всем большое спасибо пока пока mer субтитры создавал колесо Не забудьте гильотом посмотрите Один ответ